Вирополецкая плотина это первая гидроэлектростанция на территории России, которую заложил еще Ленин. Смотрите какой слив воды и вряд ли же наверное это сделано из соображения дизайна. Слова дизайн тогда не было. И если перейти сейчас в плотину, то там вот целый музейный комплекс. То есть плотина сейчас уже не работает конечно на изготовление электричества, а видимо оставлена как некий полумузейный комплекс. Очень живописные места вокруг. Если пройти дальше можно рассмотреть какие-то шлюзы, какие-то механизмы для открывания видеоплотины и скрывания. Вот мы видим очень красивый канал, который ведет к главному зданию плотины. Что это за огромный железяк, к сожалению не написано. Но если пройти мимо железяки, то можно увидеть следующие каскады вот этих технических прудов, которые отслуживали Вирополецкую плотину. Хорошо, что это все оставили красиво, можно гулять. Очень по парковому здесь. Денег за вход не берут и за просмотр плотины. Считаю это очень хорошо, что такие места, исторические и наверное чем-то значимые, не разбирают, не переводят в коттеджные поселки, а оставляют, чтобы мы могли сюда приезжать, приходить, погулять и посмотреть. Если присмотреться к форме этого пруда, то можно увидеть, что он напоминает крышку рояля. Ну, например, такая ассоциация. Тоже очень интересный дизайн решения. Но вопрос был ли это дизайн в принципе 20-е годы, конструктивизм. Почему бы нет? Вот, подходим к основному зданию, а вниз ведет таинственная лестница. Внутри в окне тоже, если присмотреться, можно рассмотреть какой-то механизм, клапан, не знаю, что это такое, гидроузла. Первая сельская ГЭС, посторонний вход воспрещен, ведутся ремонтные работы. Отремонтируют, будет вообще красиво здесь. Ну, мне и так нравится. Вот такая она, первая на территории России гидроэлектростанция, которая своим созданием обязана Владимиру Ильичу Ленину. Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. Алексей Норицын, до свидания, друзья мои, ну и другие френды. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...